Первая премьера сезона – трагедия Жана Ануя Антигона в постановке Николая Риотова для основной сцены драм-театра. Впереди, по словам директора, множество спектаклей и творческих задумок. К примеру, чтобы театр имени Шукшина всегда вдохновлялся его творчеством, здесь открывают шукшинскую лабораторию. А вот самым грандиозным событием станет показ спектакля «Война и мир» в исполнении приглашенного театра имени Евгения Вахтангова. Между театрами уже были обменные гастроли в чисто летних юбилеев обоих. После непростых переговоров и решения организационных моментов, мы можем теперь сказать, что 3, 4, 5 и 6 декабря на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина будет показан спектакль «Война и мир». Надеемся, что недели через две билеты уже поступят в продажу. Понаблюдать за духовными исканиями толстовских героев в исполнении лучших московских актеров можно будет в зале Барнаульского драматического театра целых 5 часов. Постановка пройдет с двумя антрактами. По словам министра культуры, спектакль уникален, а те, кто его смотрел, забывали о времени. Я совершенно не заметила, я боялась, что их не высижу просто эти 5 часов. Это, конечно, надо смотреть и смотреть обязательно. И я надеюсь, что это просто лучший подарок для жителей Алтайского края не только в год юбилея края. А пока драматически готовятся встречать гостей, появилась идея к 101-му дню рождения театра. Актеры предложили заложить капсулу времени. Сначала решили, что пролежит она в земле 50 лет, но в итоге остановились на цифре в 10. Капсулу планируют вскрыть в 110-й день рождения театра, 27 ноября 2031 года. Под аплодисменты присутствующих почетную миссию выполнил народный артист России Георгий Обухов. Точное содержание записок не разглашают, но нам намекнули. Это были пожелания театру, немножечко самому себе, но в основном, конечно же, театру, чтобы он рос, процветал, чтобы он стал самым популярным театром в нашей стране. И тогда, через 10 лет, мы поймем, про что мы мечтали, чего мы хотели, и сбылось это или не сбылось. Мария Мацева, Александр Антропов. День с толком.